друзья приветствую вас на канале дом звука появились у меня две флейты одна из которых давным-давно уже была сделана и она лежала в мастерской по ней проводил некие ориентиры она в тональности фа диез и вот буквально вчера закончил работу над флейтой волк и она тоже в тональности фа диез и понаблюдав за ними за обоими я обнаружил делались они в потоке обнаружил такую вещь что одна короче а другая длиннее у одной которая подлиннее канал намного уже а у той которая короче канал намного диаметра намного больше хочу поиграть на них чтобы показать вообще что действительно одна и та же тональность может быть разного размера а 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 это флейта делалось лет шесть назад приблизительно шесть лет назад точные даты уже не помню делалось на скорую руку и а так она и не продалась по каким-то причинам и а но флейта действительно звук хороший я ее оставил для себя это же флейта делалось на заказ буквально недели полторы назад получил заказ а вчера доделал а 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 ну вот по звуку можно понаблюдать что различие все таки есть и а а в а а а а а а а и звук сильный, вот эта флейта намного мягче и медитативнее, нежнее. Очень часто мне по флейтустроению задают один и тот же вопрос, какая длина флейты. Ну там допустим я выкладываю флейту и спрашивают какая длина флейты, в основном от лябиума считают и до конца, если нет подстроечного отверстия, то прямо это чисто, если подстроечным, но покороче считают. И в общем-то люди хотят узнать какая длина у данной тональности. А вот сегодня я вам просто вот показываю, что длина не актуальна. Если вы хотите сделать флейту, то длина может варьироваться от и до. Почему? Потому что главным образом главность заключается в свистке, то есть весь акцент делается на правильность изготовления свистка. И флейта, если свисток сделан правильно, зазвучит и подлиннее с таким диаметром и покороче, но естественно будут различия в тембре. И сегодня я вам продемонстрировал, что различия эти заключаются в том, что если флейта длиннее, меньше диаметром, звук будет более мягким и медитативным. Если диаметр большой и флейта короче, то такая же тональность будет звучать намного ярче, сильнее и активнее. И она будет громче. Естественно условия при этом должны быть какие? Свисток сделан правильно. Ну вот такие вот различия, такие две флейты, которые показывают, что из любого материала и собственно диаметра приблизительно можно подобрать. Различия будут в тембре, но сделать все равно можно из любого материала. Поэтому я не даю четких размеров, не даю информации о том, где сверлить дырочки. Потому что сам допустим, чисто интуитивно, эти дырочки сверлю, понимая пропорцию. Вот знать пропорцию, это действительно важно, пропорциональность. Но она может существовать как в процентах, так же может существовать и в виде ощущений в голове. Если очень много флейт делать, то она рано или поздно формируется внутри где-то, в ощущениях в голове. Ну или может быть не обязательно в голове, но в ощущениях. Вот такую мысль сегодня через эти флейты хотел вам рассказать. Благодарю за внимание. До новых встреч!